Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ой, сосульки могут упасть и убить. Из нее может гололед, может быть, в снегу все гробы может провалиться. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Света, а вас как? Тебя. Меня зовут Илья. Илья, а тебя? Саша. Мне очень приятно. Ребят, я тут, как у меня иногда бывает, опоздала сегодня, но смотрю, что вы занятия себе нашли. Рассматривали картинки на стенде, да? Вы вообще правильно сделали, что не терялись я времени, потому что как раз-таки наше первое задание будет связано с этими картинками. Очень скоро мы приступим к его выполнению. А сейчас давайте расскажем нашим телезрителям, где мы с вами сегодня оказались. Это страна безопасности. А вы знаете, что это за место? Нет. Нет? Давайте присядем, и я расскажу вам и нашим телезрителям. Итак, ребята, страна безопасности – это удивительное место, уникальное. Более того, оно единственное на Земле. И здесь с вами никогда ничего плохого не случится. Саша, представляешь, такое место есть на Земле? Это наша страна безопасности. Здесь мы с вами на протяжении четырех дней будем учиться простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. Это первый, очень важный момент. И второй момент есть, очень приятный. Здесь мы не только будем учиться, но и соревноваться. А это значит, что в конце победитель получит что? Покази. Призы, правильно. Но хочу вас обрадовать, что даже тот, кто проиграет, без подарка не останется. Тоже обязательно получит подарок. Итак, ребята, вы знаете, что вы у нас сегодня юбилейная сороковая команда, которая вступает в борьбу в стране безопасности. Наш конкурс длится четыре дня, и после каждого из дней мы будем подводить итоги. А темой всех наших соревновательных дней станут правила поведения в экстренных ситуациях. В таких ситуациях, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья человека. И ваша задача, ребята, очень важная у вас задача, миссия, это за все эти четыре дня как можно больше узнать и запомнить о том, как вести себя в таких ситуациях. И как оказать помощь человеку, который по незнанию или неосторожности оказался в такой ситуации. Ну что, задача ясна вам? Да. Готовы исполнять ее? Да. Хорошо. Ну что ж, сейчас самое время приступить к нашему первому конкурсу. Поскольку у нас сегодня первый день соревнований, то сложными задания не будут. Я хочу вас спросить. Скажите, вы любите отгадывать загадки? Да. Хорошо, тогда я угадала с подвором этого задания для вас. Пожалуйста, с отгадывания загадок мы и начнем. Ваша задача выслушать загадку, после чего стартуете каждый к своему стенду. Вам нужно найти правильное слово. Каждый правильный ответ стоит одну фишку. И еще одна фишка достанется тому, кто быстрее соперника найдет ответ, но ответ должен быть правильным и принесет его мне. Все понятно? Да. Очень хорошо, что вам все понятно. Ну что ж, я тогда предлагаю начинать. Готовы? Да. Итак, первая загадка. На деревья, на кусты с неба падают цветы. Белые, пушистые, только не душистые. Побежали искать, что это за цветы, которые падают на деревья. Белые, пушистые, но не душистые. Лучше дольше, но правильный ответ. Так, присаживайся. Молодец. Могу сказать, что верную отгадку принес. Сейчас ждем Сашеньку. Саша. Присаживайся, присаживайся, Саша. Илья, у тебя что? Снег. Снег, а у тебя, Саш, ини. Сашенька, дело в том, что я же говорю о том, что цветы падают, ложатся белые. Ну, ини, мы же не видим, как он падает. Он просто как-то так вот незаметно для нас садится на деревья. Мы не видим. А вот снег действительно падает, мы его видим. Поэтому совершенно верный ответ у Ильи. Он зарабатывает фишку за правильный ответ и за скорость. Он первым пришел. А у тебя будет возможность следующую загадку отгадать. Да еще и быстрее Ильи прийти. Поэтому будь внимательна. Давай-ка, Сашенька, ты верни эту картинку. Может быть, она тебе еще пригодится. Назад прикрепи магнитиком. Твоя Илья остается. Я уже читаю следующую загадку. Слушаем. Шар воздушный золотой над рекой остановился. Покачался над водой, а потом за лесом скрылся. Побежали. Что за шар воздушный золотой шар, золотой, катится по небу? Присаживайся. Золотой шар катится по небу, а потом скрывается ближе к вечеру за лесом. Смелее, Александра, смелее. Совершенно верный ответ ты принесла. Это у нас что? Солнце. Солнышко, конечно, солнышко. Ну вот какие вы молодцы, правильно разгадали. Ильюш, тебе снова две за правильный и за быстрый ответ. Саш, ну а ты тоже уже зарабатываешь первую фишку в свою копилочку за правильный ответ. Хорошо. Еще две загадки, поэтому собрались и отгадываем. Растет она вниз головою. Не летом растет, а зимою. Но солнце ее припечет, заплачет она и умрет. Побежали. Что это у нас растет? Ай да, Саша, ну я рада за тебя, не скрою, что ты пришла быстрее Ильи, да еще и с правильным ответом. Ну Илья тоже молодец. Что у нас, ребята, это? Сосулька. Сосулька. Вот такая вот красивая у нас на картинке сосулька. Молодцы, держи. Две фишки, умничка, умничка, умничка. Илья тоже молодец. Ну что ж, последняя загадка, внимание. В белом бархате деревня и заборы, и деревья, а как ветер нападет, этот бархат опадет. Ну-ка, бархат мне приносим. Так вот, ну вот так вот. Сашенька, это действительно и не по этому фишку зарабатывать, но Илья. Но у нас еще много впереди конкурсов, так что я думаю, все впереди. Ребята, вы очень неплохо справились с моим первым заданием. Его итоги мы подведем чуть позже, в конце игры. А сейчас, ребята, я хочу вам сказать, что загадки такие, очень даже зимние, я вам не случайно задавала. Почему? Потому что сейчас за окном у нас наступила самая, что ни на есть, настоящая зима. Но вы знаете, в эту пору года люди могут сталкиваться с очень опасными природными явлениями. Об этом мы сегодня с вами и будем говорить. И поэтому я хочу вас познакомить с одним очень интересным человеком. Это инспектор по безопасности. Зовут ее Мария Александровна. Сейчас она подробнее о себе расскажет. Она уже готова выйти с нами на связь. Внимание, на экран. Ребята, привет! Здравствуйте! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Зима – самое сказочное время года. Кроме того, снег необходим для природы в нашем климате. Он защищает почву и находящиеся в ней растения от умерзания в сильные морозы. Но это еще и тот период, когда служба МЧС находится в состоянии повышенной готовности. Когда снегопад идет в течение многих часов, он способен создать немало трудностей для людей, особенно в сельской местности и на дорогах. Из-за налипания снега линии электропередач нередко обрываются. Это важно знать, так как оборванное провода трогать нельзя ни в коем случае. Это очень опасно. Кроме того, очень большой снежный покров способен приводить к сходу снега с кровли зданий и даже к обрушению крыш домов, если его вовремя не счищать. Именно поэтому, ребята, во время сильного снегопада старайтесь не гулять на улице без контроля взрослых. Будьте бдительными на тротуарах и проезжей части улиц. А наша встреча подходит к концу. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, это еще не все испытания, которые я для вас сегодня подготовила. Впереди еще финальный конкурс. И последняя возможность сегодня заработать фишки. Александра, поняла? Итак, ребят, тому из вас, кто очень внимательно только что слушал нашего эксперта по безопасности Марию Александровну, будет очень легко справиться с поставленной мною задачей. А условия ее таковы. Я вам раздаю по две карточки. Одна из них красная, одна зеленая. Красная обозначает неправильно. А зеленая правильная. Я буду читать высказывание, если оно правильное, на ваш взгляд. Вы поднимаете какую карточку, ребят? Зеленая. Если правильное высказывание. Зеленую, правильно. А если неправильное, соответственно? Красная. Совершенно верно. Первая фраза. Снег приносит человеку и природе только пользу. Правильно, ребят. Потому что снег не так безопасен, как, может сказать, на первый взгляд. Он, как и другие явления природы, может иметь серьезную опасность. Илья был первым. У него три фишки. И, Александра, тебе две. За правильный ответ. Вторая фраза. Линии электропередач из-за налипания снега нередко обрываются. Право здесь Илья. Действительно, они обрываются, если очень много. Он тяжелым грузом ложится, снег. Поэтому три фишки Ильи. У Сашеньки ничего. Следующая фраза. Очень большой снежный покров может обрушить крышу дома. Правильно. Правильно. Единственное, Илья был быстрее. Три фишки у тебя, Илья. И две у Саши. Следующая, последняя фраза. Во время сильного снегопада гулять на улице без взрослых абсолютно безопасно. Правильно. Молодцы. Правильно. Илья был чуточку быстрее. Три фишки. Ну что, ребята, все. Конкурсы на сегодня завершены. И нам с вами остается посчитать фишки. Сколько вы заработали в первый игровой день. Быстренько считаем, но внимательно считаем. Восемнадцать. Два раза больше. Вот, Саш, тебе надо поднажать в следующих играх. Я тебе желаю успехов. Ну и Ильи, конечно, тоже. Ребят, вы большие молодцы. Встречаемся завтра. И боремся за победу. До встречи, ребята. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин